И более 80 человек погибли из-за террора природы. Ураган по имени Ирма, самый сильный в Атлантике за последние 10 лет. Некоторые островные государства Карибского бассейна опустошены настолько, что это можно заметить даже на снимках из космоса. Пострадали и южные штаты США, особенно Флорида. Убытки уже оценивают в сотни миллиардов долларов, а эвакуировать пришлось больше 6 миллионов людей. Почему стихия оказалась настолько сильной? И чего ждать от следующего урагана, который уже идет по следам Ирмы, выясняла Светлана Чернецкая. Непригоден для жизни. Таков вердикт острову Барбуда в Карибском море. На него ураган Ирма обрушился с максимальной силой. И на восстановление уйдут не месяцы. Годы. Этот ураган родился больше двух недель назад возле Африки и сразу же начал набирать силу. Он пересек Атлантические океаны и до островов Антигуа и Барбуда, дошел, достигнув наивысшей пятой категории опасности. Он почти стер с лица земли маленькие острова Карибского бассейна. А это излюбленные места отдыха богачей со всего мира. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и экзотические пейзажи. Это все было в прошлой жизни, до Ирмы. Она же не пощадила ничего. От невероятных порывов ветра дома рушились, как карточные домики. Деревья с корнями летали в воздухе. Мой дом, мой бизнес, мои машины. Ничего не осталось. Все пропало. Все. Я остался с одним чемоданом. Британские и американские Виргинские острова, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сент-Квиз и Невис. Везде ураган оставил после себя опустошение. По оценке Красного Креста, на Карибах пострадали более миллиона человек. Погибли минимум 30. Выжившие остались без самого необходимого. Не хватает еды и воды. Нет электричества. И никакой связи с внешним миром. Мы даже не можем позвонить никому. Некуда жаловаться. Никто нас не слышит. Впрочем, помощь поступает и из Великобритании, и из Франции, и из Нидерландов. На Карибы отправляют военных и спасателей, а также в гуманитарку. Почти 60 миллионов фунтов пострадавшим выделил Лондон. Еще 50 миллионов евро – Париж. Мы везем медицинские препараты и строительные материалы. Мы также займемся восстановлением, водоснабжением и реконструкцией портов. Отрезаны от мира до сих пор и жители Пуэрто-Рико. Электроопоры повалены. Домой не могут вернуться около 6 тысяч человек. Они по-прежнему в убежищах. В столице соседней Кубы по центральным улицам можно только плыть. Все курорты опустили. Туристы в спешке покинули остров. 10 человек погибли. Уже неделя прошла, а у нас до сих пор нет света, нет воды в кранах, нет топлива, чтобы готовить еду. Все наши запасы уже истощились. С ужасом приближение Ирмы ожидали в США. Штаты еще не успели отойти от урагана Харви, который затопил Техас и унес жизни 60 человек. А в этот раз стихия нацелилась на Флориду. Увидев масштабы разрушений Ирмы, желающих испытывать судьбу не было. Люди массово покинули дома. К эвакуации призвали 6 миллионов жителей. Но Ирма пощадила американцев. На подходе к материку она ослабела. Правда, все равно нанесла многомиллионные убытки и унесла 20 жизней. В то утро, когда мы покидали дом, было очень грустно. Мы не знали, когда вернемся и что нас будет ждать. А когда вернулись, я просто разрыдался. Мой дом стоял на месте. Впрочем, местные власти призывают людей не спешить возвращаться. Еще не восстановлено электроснабжение. Многие дома нужно проверить на прочность, разблокировать дороги и мосты. Хуже всего ситуация в 25 километрах от Майами, на островах Флорида Кис. Здесь объявили гуманитарный кризис. Я жил здесь 15 лет. И вдруг в одночасье моего дома не стало. Не представляю, как жить дальше. Это же надо начинать все сначала. За бензином и горячей едой огромные очереди. Из-за отсутствия электричества в доме престарелых погибли 5 человек. Еще 115 эвакуировали в безопасное место. И в Америке, и на Карибах разгул мародерства. А возврат к нормальной жизни усложняет опять-таки стихии. Ураган Хосе, который идет вслед за Ирмой, не дает воде уйти. Сейчас он ослабел, но может опять набрать силу. На этой неделе произошло довольно редкое явление. Когда в одном районе сформировались сразу три урагана. Ирма, Хосе и Катя. Ученые все еще изучают причины. Но по прогнозам экологов, из-за глобального потепления ураганов станет меньше. Правда, они будут намного мощнее. Светлана Чернецкая, подробности недели, телеканал Интер.